Муравленко Ольга работает ведущим бухгалтером в транспортной компании. Более пяти лет все цифры организации под ее строгим контролем. Но каждые выходные она спешит посвятить любимому хобби. Я после пяти рабочих дней бегу, занимаюсь своим творчеством, которое мне много удовольствия приносит. И я как будто бы насыщаюсь кислородом и на новую предстоящую неделю. И вот я с новыми силами выхожу на работу, опять работаю и жду следующих выходных, чтобы сотворить опять красоту для себя и для окружающих. Искусственной флористикой Ольга увлеклась семь лет назад. Создав свой первый букет, поняла, что это хобби с ней надолго. И теперь вспоминает, что интерес к творчеству у нее появился еще в юном возрасте. Творчеством я занималась с самого детства. У меня были постоянно кружки, вязала, вышивала, мягкую игрушку шила, вязала и крючком, и спицами, макраме. Потом как бы временно это все ушло из моей жизни, пока я там была студенткой. И только тогда, когда я стала мамой, дети стали посещать детский сад, стали там выставки или конкурсы. И надо было там какому-то празднику или мероприятию сделать поделку. Ну вот оттуда и понеслось. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. И вот все это меня затянуло. Плюс интернет, социальные сети, когда смотришь, наблюдаешь за всем красивым, хочется что-то сделать свое, как-то украсить свою квартиру. Конечно, главные ценители творчества мастера интерьерного декора – ее дети. Каждую новую работу сначала Ольга показывает именно им. Мягкие такие, прикольные. А ты внутри ничего, пенопласт? Нет, они не пенопластовые внутри, получается. Они полые. Полые? Да. И сверху как бархат, флок. Дети всячески меня поддерживают. Вот каждый раз, когда приношу работу, вот вчера буквально принесла. И старший звонит, говорит, мама, что ты там, как? Я говорю, все сделала, сегодня принесла. Строго у нас видеозвонок, мы все смотрим. Говорит, ну, как всегда, все красиво. Всегда поддерживают и младшие, и старшие. Мастерица создает не только композиции из искусственных цветов, но и работы в технике «Скрабукин», «Канзаши» и «Декупаж». За несколько лет творчество более двухсот уникальных и оригинальных произведений. Это настолько все завораживает, и вот мне очень это нравится. Когда вот наступает весна, меняются когда сезоны, очень нравится под каждый сезон собирать что-то новое и украшать свою квартиру именно сезонными композициями. Несмотря на сохранившиеся до сих пор стереотипы, искусственные цветы в интерьере обретают все большую популярность. Еще недавно неживые растения встречались в квартирах эпизодически, а их качество оставляло желать лучшего. Сегодня современные технологии и новые материалы превратили искусственную флористику в еще одно направление настоящего искусства, которое становится все более востребованным элементом в декоре интерьера. Технологии современные совершенно не стоят на месте. Вот с каждым годом качество цветов становится лучше и лучше. Сейчас есть же и силиконовые, есть и фоамирана, пластик, пластик мягкий. В общем, качество ткани сейчас очень тоже хорошее, поэтому цветы очень достойные. Еще преимущество в том, что они не осыпаются, нет от них мусора, нет земли, например, если это, например, живой цветок. Пересаживать не надо, уехал ты в отпуск, не нужно никого просить, чтобы их поливали. А главное, говорит Ольга, такие интерьерные композиции можно подбирать по сезону или к празднику и не бояться, что любимые цветы завянут. Лето сразу ассоциируется с летними цветами, например, маки, подсолнухи, вот такие вот яркие, сочные цвета. Весна у меня ассоциируется с желтым, с белым, с теплым цветом. В преддверии праздников Ольга всегда старается обновить коллекцию и создать что-то новое. К примеру, к Пасхе. В этой композиции использованы, получается, нарциссы, мимоза, хризантема, магнолия, веточки, вербы. В основном в пасхальных композициях я использую плетеные кашпо, могу использовать декоративных зайцевых, пусть это будут флоковые, вот как справа, пусть это керамические, например, кашпо. Я использую яйца, ну все, о чем говорит само название Пасха, я стараюсь как бы все эти элементы сюда как бы привязать, будь то зайчики или цыплята. В копилке пасхальных работ функциональные тарелки подноса для кулича и яиц, кашпо в виде зайца с цветочным наполнением и настольные композиции. Все произведения – это творческое воплощение идей. Секретами создания декора из искусственной флористики Ольга Полежаева делится с удовольствием. Для создания весенней композиции нам нужно плетеное кашпо, флористическая губка для сухоцветов, мешковина, кусачки самые простые, отвертка, клеевой пистолет со стержнем. Мы начинаем заполнять кашпо. Для того, чтобы его заполнить, мы берем, вырезаем мешковину. По размеру вложим ее в кашпо, заполним флористической губкой и тогда все закроем. Неровный край закрываю жгутом, чтобы смотрелось красиво. Для создания весенней композиции я выбрала вот такие цветы. Это, например, гиацинты, нарциссы, тюльпаны и мимоза. При создании композиции я всегда стараюсь делать акцент. Если у композиции, например, я не хочу использовать статуэтку или фигурку какую-то, я выбираю какие-то определенные цветы, которые будут задавать акцент моей композиции. Приступаем. Все легко и просто. Сначала я делаю отверстие для цветка, чтобы он легко проходил, и потом начинаю его вставлять. Смотрю по размеру. Если вдруг высокий, я его обрезаю. Обрезаю кусачками. Но мне пока все нравится. Первые хорошо, а следующие два я сделаю как бы немножко на чуть ниже уровень. Сейчас я только пока все примеряю. И только потом уже, когда мне будет нравиться весь результат, я уже закрепляю клеевым пистолетом. Нарциссы я тоже буду стараться делать на разном уровне. Также обрезаю. Делаю отверстие и вставляю. Стараюсь чередовать где-то какие-то, чтобы цвета играли. Что хорошо, можно сразу примерить. Потом, если что-то не нравится, можно все переделать, переставить все цветы в том порядке, которым вам больше понравится. Иногда бывает так, что собираешь, и все не так, и все не то. И только уже потом, в самом конце, когда добьешься нужного результата, уже остаешься доволен сам работой. Мы практически уже заканчиваем композицию. Сейчас добавим для яркости мимозу, для яркости и пышности. И наша композиция уже почти готова. Все, теперь, когда мне уже все нравится, как расположены мои цветы, я могу уже его закреплять. Каждый цветочек закрепляю на клеевой пистолет. А вот эта пустота, которая есть вокруг кашпо, незакрытая, я ее могу заполнить или стабилизированным мхом, или тоже зелень, искусственную зелень, беру и заполняю. Вот так вот легко и просто вы можете украсить свой дом к весеннему празднику, к Пасхе. Я хочу действительно направить всю свою жизнь, всю свою работу именно на свое творчество. Я бы хотела вообще свой магазин с моими работами. Вот это, наверное, моя мечта. И мастерскую вот такую вот правильную, со всеми полочками, чтобы было подразделение. Там у меня одно стоит, там другое, там кашпо, там цветы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!